Это актуальное интервью, меня зовут Ксения Епишева. Сегодня разговор пойдет о том, насколько оправданно было строительство и запуск парагазовой электростанции в Ноябрьске и каковы перспективы ее дальнейшей эксплуатации. В нашей студии генеральный директор компании «Интертехэлектро. Новая генерация» Станислав Карапетян. Станислав Сиранович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня много говорят о модернизации коммунального комплекса. Можно ли считать ноябрьскую парагазовую первым шагом в этом направлении? Безусловно. Если говорить о масштабах Ямала, да и не только Ямала, а, наверное, всей страны, ноябрьская парагазовая электростанция является как раз-таки воплощением государственной политики в области модернизации большой энергетики и коммунальной инфраструктуры в частности, которые реализуются на принципах государственно-частного партнерства, поскольку мы с вами знаем, что станция построена на частные деньги. Что касается самой станции как объекта, отвечающим самым современным требованиям, которые закладываются и в энергетической стратегии России до 2020 года, и в стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа, утвержденного распоряжением правительства России, то ноябрьская парагазовая электростанция является тем самым объектом, который позволяет решать сегодня задачи, ставящиеся и правительством округа, и правительством страны в области обеспечения энергетической безопасности региона, в области надежного и качественного энергоснабжения и жителей города Ноябрьска, и жителей всего южного кластера Ямала. Станцию нередко называют уникальным в своем роде. Все-таки в чем заключается ее уникальность? Можно в продолжении первого вашего вопроса развивать мысль. Уникальность станции заключается в том, что она является первым подобного рода объектом, построенного в России в северных широтах. Она отвечает самым современным экологическим и техническим требованиям. Удельные расходы топлива, газа гораздо ниже, чем у наших соседей в Сургуте, в Хантамансийском округе и в других регионах, с которыми нам приходится конкурировать на оптовом рынке электроэнергии. Она уникальна тем, что это был первый опыт поставок и внедрения наиболее современных газовых турбин производства к американской компании General Electric и опыт применения которых мы сегодня успешно с вами имеем. Ее уникальность подтвердилась тем, что по итогам нашей работы в 2012 году по признанию экспертного сообщества, ноябрьская станция заняла первое место в рейтинге в номинации «Эффективность деятельности на оптовом рынке» по целому ряду технических и экономических показателей. Так что я думаю, что это повод для гордости и жителей Ноябрьска и Мала в целом тем, что мы имеем с вами лучшую на сегодняшний день в стране парогазовую электростанцию. Электроэнергию Ноябрьск сегодня получает с большой земли. Понятно, что это сказывается на цене услуги. Стоимость тепла на севере тоже не самая низкая. С точки зрения наличия своего объекта генерации могло бы послужить во благо города. То есть по-другому готовы ли сегодня парогазовая взять на себя энергообеспечение города хотя бы частично? Ноябрьская станция сегодня не только частично, но в полной мере несет нагрузку, обеспечивающую надежность энергоснабжения города Ноябрьска. Мы с вами знаем, что несколько лет к ряду Ноябрьский энергорайон относился к числу регионов с высоким риском прохождения осенне-зимних периодов и надежности энергоснабжения. И в первоочередных мероприятиях по решению этой проблемы собственно говоря, Министерством энергетики предусматривалось строительство такого объекта. Эта задача была успешно решена. И сегодня без ложной скромности можно сказать, что ноябрьцы могут спать спокойно, не опасаясь за надежность электроснабжения города. Что же касается цены на электрическую энергию, то производимую станцию, то следует отметить, что мы работаем в условиях оптового рынка электроэнергии федерального масштаба. И производимые электроны находятся в общефедеральном котле, где и формируется цена для конечного потребителя, в том числе и проживающих на Ямале. Возможность, к сожалению, законодательная сегодня закрепить прямые отношения между потребителями города ноябрьской станции отсутствует. Таковы сегодня законодательные условия функционирования электроэнергетики всей страны в масштабах единой энергосистемы. Что же касается поставки тепловой энергии, то в своей приоритетной задаче на ближайшие годы мы видим строительство схемы выдачи тепловой мощности, которую мы будем реализовывать, наверное, совместно с компанией-партнером корпорации СТС, которая реализует инвесты проекта в городе Ноябрьске. И в ближайшие несколько лет мы намерены построить магистральную теплотрассу, соединяющую ноябрьскую станцию с городской теплосистемой, что, на наш взгляд, позволит повысить и эффективность, и надежность теплоснабжения города. И, безусловно, что должно будет сказаться на качестве теплоснабжения и ноябрьские должны будут это себя ощутить. Известно, что существуют планы по строительству третьего энергоблока станции. Какие еще инвестиционные проекты Интертехэлектро планируют реализовать на Ямале? Помимо третьего энергоблока, который Вы упомянули, и технико-экономическое обоснование, которое мы в настоящее время готовим, компания Интертехэлектро «Новая генерация» выступила учредителем большой корпорации на Ямале, которую Вы наверняка слышали, именуемой «Ямалкоммунэнерго», которая имеет перед собой очень амбициозные задачи по инвестированию в модернизацию коммунального комплекса Ямала. Прежде всего, речь идет о строительстве малой генерации для обеспечения энергоресурсами малых городов и изолированных энергозон, что очень актуально для северных территорий Ямала в частности. И вообще реализуемая стратегия на Ямале по повышению добычи и транспортировки газа, которая диктует стратегия социально-экономического развития, мы все с Вами понимаем, что она невозможна без синхронного развития смежной отрасли, такой как энергетика. И в этом смысле новая генерация ставит перед собой задачи по строительству подобных объектов. Сейчас мы ведем переговоры и в городе Надыме, это в Тазовском районе, в Шурышкарском районе. Из близлежащих территорий это возможное строительство станции в Таркас-Але, решение о которой на сегодняшний день рассматривается в Министерстве энергетики, и другие подобные проекты, о которых будет, видимо, объявлено позже. Но есть у меня еще один вопрос, который очень беспокоит жителей города, бытует мнение, и наши телезрители и слушатели часто его озвучивают, что деятельность парогазовой влияет на уровень влажности в ноябрьске. Ей ставят в вину гололед, туман, ну и, собственно, прочие погодные неприятности. Насколько это близко к истине? Мы неоднократно слышали такие вопросы и от жителей города Ноябрьска, и от администрации города, депутатов, от ваших коллег-журналистов. Отвечая на данный вопрос, мы привлекали специалистов Роспотребнадзора, служб метеорологии, Ростехнадзора, с целью дать всестороннюю оценку влияния парогазовой электростанции в целом на климат города Ноябрьска, на экологическую обстановку. И здесь следует отметить следующее. Проект станции проходил экологическую экспертизу, прежде чем мы приступили к строительству. Год спустя, после ее введения в эксплуатацию, мы провели масштабную акцию, привлекая самый широкий спектр специалистов, оценив ее влияние на шум, на загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водоема, электромагнитное заключение и прочее. Целый ряд параметров был исследован, и все специалисты пришли к единозвращенному мнению, что все из указанных параметров абсолютно соответствуют действующим требованиям в России. Что же касается конкретно влажности, то есть вообще сказать о том, что Ноябрьская станция совершенно не влияет на экологическую обстановку в городе Ноябрьске, естественно сказать нельзя. Говоря о степени этого влияния, мы отмечаем, что оно минимально. Говоря о том, что повышена влажность в городе Ноябрьске теперь с введением парагазовой электростанции, мы приходим к выводу, что это явное преувеличение. И знаете, всякий раз вспоминаю один очень яркий эпизод в оценке влияния парагазовой электростанции на окружающую среду. Все вы помните, в ноябре 2010 года мы проводили большой праздник, торжественное мероприятие, посвященное воду в эксплуатацию нашего объекта. К тому времени она уже фактически работала, несла нагрузку более чем месяц. И после того, как в городе состоялся анонс в этом торжественном мероприятии, завалили звонками администрацию города о том, что это сейчас махина засвистит, засверкает, зашумит, загрохочет, и нам здесь всем покоя не будет. Но вот это, я считаю, была, наверное, наиболее яркая оценка тому, что станция уже физически работала, несла полную нагрузку, и жители города никак это на себе не ощущали совершенно. Поэтому я считаю, что есть определенного рода преувеличение. С другой стороны, в летний период, вы наверняка обращали внимание, берега пруда охладителя, обводненного карьера, который мы используем для технологических нужд, более напоминает побережье Черноморское, где-нибудь в районе Геленджика. Потому что горожане очень полюбили этот водоем для цели проведения свободного времени, отдыха, что доставляет нам беспокойство. И вот, пользуясь случаем, хочу обратиться к горожанам с просьбой быть очень внимательными и к себе, и к своим детям особенно, поскольку это объект промышленного назначения, прежде всего, он не предназначен для использования в этих целях. И во избежание несчастных случаев лучше от этого воздержаться. Большое спасибо за то, что выбрали время и посетили нашу студию. А я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии было и отвечал на вопросы генеральный директор компании Интертехэлектроновая генерация Станислав Карапетян. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам. Доброго.